Этель родилась в 1905 году. До замужества она одевалась так же, как остальные девушки ее возраста, бесформенные платья, короткая стрижка, ее устраивала ее внешность. Она работала в супермаркете, куда частенько заходил Уильям Грейнджер. Это был джентльмен, хорошо образованный и не бедный. Однажды в ответ на его шутку, Этель хлестнула Уильяма полотенцем. За это мистер Грейнджер схватил ее и несколько раз шлепнул по ягодицам, пообещав, что если она ударит его еще раз, то он поднимет на ней юбку. Так начались их странные отношения. У Этель к тому моменту был жених, а Уильям встречался с женщиной намного старше него. Жених бросил Этель ради другой женщины, а Уилл охладел к своей любовнице. Так начался их роман, который позже перерос в брак. Грейнджер с ума сходил по высоким каблукам, серьгам и тонким талиям, затянутым в корсет. Это совершенно не отвечало тенденциям того времени, и просьбы тогда еще бойфренда Этель поначалу принимала с удивлением. Впрочем, не то чтобы его странности были для Этель сюрпризом долго, у Уильяма был пирсинг на члене. Вряд ли для 30-х годов 20 века это было обычным делом. Этель обнаружила это в первый раз, когда они занялись сексом, а случилось это задолго до их свадьбы. В автобиографии Уильям объясняет свою страсть к высоким каблукам тем, что в мастерской его отца всегда были дамские туфли. Любовь к корсетам же происходила от матери, которая, как и большинство его теток, все время носила корсет. До свадьбы Грейнджер и сам надевал женскую одежду, корсет и чулки, чтобы достичь оргазма. Он не стал скрывать своих фантазий от Этель. Так что, выходя за него замуж, Этель знала всю подноготную Уилла. Вода по капле камень точит. Однажды, обняв супругу, Уильям услышал нежное, дорогой, чувствуешь что-нибудь новенькое. Сходя с ума от возбуждения, он обнаружил корсет вокруг ее талии. В конце концов, Этель стала проявлять интерес и к серьгам. Она даже попросила Уильяма проколоть себе уши. Она слышала, что эта процедура может быть болезненной, поэтому Грейнджеру пришлось оточить свою технику. Он сам создал дизайн первых сережек для Этель. Этель стала меняться так, как того хотел ее муж, носила высокие каблуки, короткие юбки, до колен, и, самое главное, корсеты. В начале их отношений ей удалось утянуть свою талию до 61 сантиметра. Уильям выписывал журнал London Life, откуда черпал новые идеи для трансформации жены. Он читал о способах затягивать корсеты, об их марках и материалах. Уильям чувствовал, что 60 сантиметров не передел, но для того, чтобы уменьшить талию жены еще сильнее, ей нужно не только днем носить корсет, но и спать в нем. Этель долго отказывалась, но в конце концов уступила Уильяму. Теперь она и дневала, и ночевала, затянутая в корсет. Этель с супругом стали постоянными клиентами обувных магазинов. Все началось с каблука в 11 сантиметров, но с каждым новым визитом Уильям настаивал на более высоком каблуке. По мере того, как каблук становился выше, корсеты затягивались все туже и туже. Когда Этель родила дочь, ее грудь увеличилась, и это очень возбудило ее мужа. Он даже предложил ей проколоть соски золотыми кольцами, чтобы еще увеличить грудь, но на этот раз Этель отказалась наотрез. Поначалу. Изменения коснулись и пирсинга на лице женщины, он растягивал дыры в ее ушах, в конце концов, пробил перемычку в носу Этель, проколол ей щеки. Она не сумела долго противостоять мужу и согласилась проколоть соски. Поначалу Этель стеснялась показываться в таком виде на людях, но после войны осмелела и отбросила стеснение. Пара грейнджеров стала своего рода диковинкой. Они охотно демонстрировали то, как изменилось тело Этель. В биографии Этель написано, по мере того, как талия Этель становилась все уже, она неоднократно сталкивалась с проблемами в связи с этим. Хотя Этель привыкла ходить в туго затянутом корсете, она часто ослабляла его, когда ее бокы болели. Миссис Кейн, изготовительница корсетов, сказала Уиллу не слушать Этель, так что всякий раз, как он замечал, что ее корсет ослаблен, он вновь затягивал его. Поразительно, но если верить биографии Уильяма, Этель разделяла его страсть к корсетам и пирсингу. Она любила мужа и охотно шла навстречу его фантазиям, безостенчиво делясь своими. Сейчас уже не узнать, что скрывалось за этой историей, было ли это скрытое давление домашнего насильника или сексуальный фетиш, разделенный между двумя любящими людьми.